Обретение семьи. Дорога сквозь Ат. Эпиграф. Зимою вдоль дорог валялись трупы людей и лошадей, и стаи псов въедались им в живот и рвали мясо. Восточный ветер был в разбитых окнах, а по ночам стучали пулемёты, свистя как бич по мясу обнажённых мужских и женских тел. Максимилиан Волошин. И снова жизненное перепутье подарило Фаине, подрабатывающей в Ростове-на-Дону в цирковой массовке, судьбоносное знакомство с актрисой Павлой Леонтьевной Вульф, которая стала второй после Екатерины Гельцер близкой подругой Раневской. Пережив страшный 1918 год, время разрухи, красного террора, бессмысленных смертей, голода, интервенции и войны, женщины сблизились настолько, что 30 с лишним лет прожили вместе, разделяя радости и невзгоды. Павла Вульф приехала в Ростов-на-Дону с гастролями. Спектакль «Дворянское гнездо» Фаина помнила с детства. Она ходила на него ещё в Таганроге в далёком 1911 году с родителями и преклонялась перед талантом Павлы Леонтьевны. Подкараулив актрису возле театра, Фаина прямую попросилась к ней в ученице, и Вульф согласилась. Странная девушка с горящими глазами сразу показалась ей симпатичной. Позже Раневская уверяла, «Павла Леонтьевна спасла меня от улицы». Первой ролью, которую Павла предложила Фаине, была роль итальянки, певицы и актрисы. Чтобы достоверно сыграть Маргариту Кавалини, Раневской было необходимо иметь хоть какое-то представление об Италии. И настойчивая Фанни отыскала в огромном незнакомом городе настоящего итальянца, булочника из Генуи. Она отдала ему все свои скудные сбережения в обмен на азы итальянского языка и обычаев. В процессе общения с Генуэссом наблюдательная девушка переняла его жестикуляцию и мимику. Андрей Шляхов рассказывал, «Представ перед Павлой Леонтьевной в роли итальянки, Раневская, сильно похудевшая от голода, на еду во время учебы у нее денег практически не оставалось, заслужила похвалу». Со страхом сыграла ей монолог из роли, стараясь копировать Андрееву. Прослушав меня и видя мое волнение, Павла Леонтьевна сказала, «Мне думается, вы способная. Я буду с вами заниматься». Она работала со мной над этой ролью и устроила меня в театр, где я дебютировала в этой роли. С тех пор я стала ее ученицей. Вульф устроил Раневскую в свою труппу, которая в скором времени отправилась в Крым. Фаина, которой Павла Леонтьевна предложила пожить у нее, актриса гастролировала вместе с дочерью Ириной, тоже вернулась в объятый народными волнениями Южный край. Ее не сильно пугало происходящее, ведь теперь она снова занималась любимым делом под покровительством замечательной обожаемой наставницы. Дворянский театр Симферополя, куда прибыла труппа, был буквально на глазах переименован в Первый советский театр в Крыму. Биограф Андрей Шляхов рассказывал, «Пожалуй, в те страшные годы, то и дело переходящий из одних рук в другие Крым, был одним из самых ужасных мест бывшей Российской империи. Сама Раневская вспоминала об этом времени так. Крым, голод, тиф, холера, власти меняются, террор. Играли в Севастополе. Зимой театр не отапливался. По дороге в театр на улице опухшие, умирающие, умершие, зловоние. Иду в театр, держусь за стены домов, ноги ватные, мучает голод». Но зато там Раневская училась у Павла Вульф. Жила в её доме, в её семье. Можно сказать, что она стала своей обожаемой учительницей ближе, чем родная дочь. С тех пор Фаина Раневская и Павла Вульф не представляли свою жизнь друг без друга. Они прожили вместе 30 лет и разъехались только в 1948 году. Да и то вынуждено. Семья Вульф получила квартиру в Москве на Хорошевском шоссе. А Раневская стала жить в центре Москвы, чтобы быстрее добираться от театра до дома. Редактор субтитров А.Семкин